Классический консервативный стиль, а также модерн. Главе муниципалитета представляют на выбор сразу три эскизных проекта Дворца Бракосочетаний. Юрий Поляков подчеркивает, должно быть два церемониальных зала, так как Анапа растет и развивается. Растет и число молодых пар, которые стремятся оформить брачные узы. Город-курорт Анапа, город воинской славы. Мы не можем рассматривать ЗАГС для нашей молодежи, для будущих семей, которые будут находиться в каких-то пристроенных помещениях. Нам хочет оказать помощь депутат Государственной Думы Иван Иванович Демченко в строительстве этого ЗАГСа. Займемся строительством, во что бы то ни стало, это очень важный объект, который должен быть в нашем городе Дворец Бракосочетаний. Сегодня ЗАГС находится на втором этаже здания на улице Объездной. Как поясняют его сотрудники, с этим связаны ряд неудобств. Соседство с различными магазинами не добавляет в момент торжественности. Парковка не приспособлена для приема свадебных кортежей. Ждем. Ждем. Хотелось бы территорию красивую, с лавочками, со скамеечками, куда люди могли бы и после регистрации брака выйти, присесть, сфотографироваться красиво, потому что у нас условий здесь, сами видите, нет никаких. Плюс те люди, которые вышли, допустим, после приема в обеденный перерыв, тоже им необходимо выйти и в обеденный перерыв переждать где-то. Здесь будет здание нового Дворца Бракосочетаний. Предусмотрены места под большую стоянку для автомобилей, а также зоны отдыха. Буквально в двух шагах сразу несколько достопримечательностей. Набережная, Ореховая роща. Там можно сделать первые свадебные фото. Уже в ближайшее время на участок выйдут специалисты, чтобы готовить его к началу строительных работ. Тем временем анапчане смогут выбрать один из трех проектов. Голосование будет проводиться в социальных сетях, а также на официальном сайте города-курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.